Привет, друзья! Самый простой, животворный способ. Каждый раз надо это делать снова и снова. Воссоздавать райское состояние, чтобы заново рождаться. Это состояние мы сейчас определим с вами вместе. Вот возьмем шкалу стресса. Это шторм, это штиль. Это тревожность, это страх, это паника, это напряжение, это дискомфорт, это десять. А это безмятежность, умиротворение. Это состояние положительное. Это максимальная комфортность, защищенность, безопасность, состояние такое-такое райское. Абсолютной, внутренней, райской естественности. Когда вас ничто не волнует, ничто не отвлекает, ничто не дергает, ничто вас не теребит. Это состояние такое, ну просто великолепное. Добавляйте туда еще эти свои определения, что такое идеальное, комфортное райское состояние. И вот самое удивительное, что это надо делать каждый раз заново и заново, потому что когда вы начинаете погружаться в изобретение этого состояния, воображая себе максимально приятное состояние, у вас происходит животворный эндорфинный эффект, который оздоравливает, омолаживает, дает силы, открывает энергию, и все клеточки мозга начинают накапливать запасы питательного вещества, и кислород поступает в клеточки мозга. И вы с этого шторма переходите в эту безмятежность. Такой простой, идеальный способ получения оптимального состояния, которое оздоравливает, оно животворно. Да, оно избавляет вас от всяких неприятностей, выводит вас на состояние такой защищенности, в котором появляется у вас абсолютная уверенность, что завтра все будет хорошо, потому что силы появляются, энергия освобождается. Потому что по закону сохранения энергии, обычно вся энергия расходуется на выживание, это когда вы в стрессе находятся, когда вас штормит. Инстинкт самосохранения работает так. Надо выйти из этого шторма на штиль, чтобы начать создавать, изобретать, воссоздавать себя, рождаться заново. Добавляйте туда слова, ну, какие вы считаете нужными. Это же и будет изобретательство, то есть воссоздание рая у себя внутри. И это и есть процесс рождения заново, омоложения, как молодильные яблоки. Давайте, друзья, поработайте, потому что рай в себе построить, это, как говорится, не поле перейти, а жизнь. Это жизнь. Это вам надо вспоминать, что в жизни вы испытывали такое же состояние, или когда засыпали, когда ваша щека касалась теплой подушки, и вы погружались в это состояние безмятежности, или вы лежали на солнышке, смотрели, как облака плывут, или вы купались в море, в море вы купались, и вам было так хорошо, или когда вы делаете волну, наш ключевой прием, такой простой, такой шикарный, ключевой прием, когда отпускаешь себя вот так, плещешься, как волна, и думаешь, о чем думается, и переживаешь, о чем думается, и здесь постепенно вдруг ты через такой короткий способ от десяти, от шторма, от страха, паник, и тревожности, и дискомфорта, от максимального неприятного состояния выходишь на безмятежность. Какие еще слова можно добавить? Мы же сказали, безопасность, абсолютная уверенность, да, комфортность, приятность, наслаждение, райские слова, добавляете себе туда воображение, и вы снова и снова воспроизводите у себя омоложение. Да, мысли потом лучше работают, и все свои вопросы легче решаете. Это гениальное изобретение. Да, да, да. Ну, каждый раз надо воссоздавать рай заново, вспоминать это приятное состояние, а для этого у нас есть инструменты, ключевые приемы, принцип подбора путем перебора, подбирать себе те действия, которые для вас максимально просты, по зеленой зоне, то есть максимальной комфортности. до встречи. До встречи.